Что такое паттерное поведение и почему важна осознанность? Паттерн в психологии – это система шаблонов или образцов, закрепленных в поведении человека. Если человек на разные похожие или разные ситуации реагирует одинаково, то это говорит о сложившемся стереотипическом паттерне. Для многих людей более понятен термин «стереотип». Сами паттерны пронизывают все сферы психической деятельности человека и условно их можно разделить на врожденные и приобретенные. Поведенческие – к ним относятся и сексуальные. Мыслительные, социальные, индивидуальные. Для начала важно понять, что сам поведенческий паттерн в психологии – это устойчивая программа, закрепившаяся в психике человека. Человек рождается со своим уникальным набором генов. Но в них заложена вся необходимая информация о его роде, вся важная информация о выживании, наработанные инстинкты и рефлексы. Все это можно назвать биологическими паттернами, без которых человек не смог выживать. В процессе жизни, начиная с самого детства, личность впитывает паттерны поведения, свойственные той семье, в которой человек воспитывается. Но при этом ребенок пробует свои тактики, методы поведения, которые помогают ему добиваться внимания и любви. Многие родители обращали внимание, что если пойти у ребенка на поводу, например, в ответ на его истерику купить игрушку, то этот шаблон мгновенно закрепляется. Это работает. Человек – творческая личность, но само творчество может порождать как позитивные поведенческие паттерны, так и негативные, как в случае с детской истерикой. Паттерн позитивный. Что это такое? Модель поведения, позволяющая человеку эффективно взаимодействовать с окружением. В чем польза позитивного поведенческого паттерна? Экологичность по отношению к окружающим людям. Умение идти на компромиссы. Быть гибким и перестраиваться. Недолго переживать в результате неудач, менять тактику или начинать что-то с чистого листа. Негативные поведенческие паттерны реализуются людьми в следующих моментах. Постоянная борьба с собой и окружающими. Применение манипулятивного воздействия. Стремление к саморазрушению и нахождению в негативных ситуациях. Паттерн сексуального поведения. Что это? С сексуальностью всегда все непросто, даже в современное время. На протяжении многих веков формировались устойчивые схемы, модели поведения, закрепившиеся в психике человека. Многие сексуальные паттерны бессознательны, и человек выражает их в поведении, не задумываясь, почему это делают. Стремление женщины ярко одеваться, красить губы ярко-красной губной помадой. Привлечение партнера. Мужчины стремятся шептать понравившейся девушке приятные слова, ведь это уже давно сложившийся стереотип, что женщина любит ушами. Сексуальные паттерны могут быть сильно ограничивающими или даже деструктивными. Возбуждение наступает только одним определенным способом. Вследствие психотравмы формируются сексуальные девиации, отклонения, например, у мужчины или женщины формируется избегающий и уклоняющий паттерн, когда физическая близость сведена к минимуму. Паттерны мышления. Паттерны мышления – это стратегии, определяемые совокупностью внутренних глубинных структур и действующих реальных обстоятельств. Чаще мыслительные паттерны устойчивы, и со временем их все сложнее разрушать, особенно если человек привык руководствоваться, полагаясь на принятые стандарты и стереотипы. Про позитивные паттерны уже говорилось выше, но важно отметить еще тот факт, что даже если человек конструктивно мыслит, он не избавлен от шаблонов, и прошлый опыт, даже успешный, может оказаться малоэффективным в пусть и похожей ситуации. Паттерны отношений. Что значит паттерн в отношениях? И снова нужно смотреть в сторону семьи, модель поведения переносится из родительской семьи в собственную, и часто это провоцирует конфликты. Всем знакомы примеры, когда муж или жена проговаривают в моей семье принято так. Хорошо, если это преемственность каких-то традиций или общечеловеческих ценностей, таких как гостеприимство или совместный сбор по праздникам. Бывает и так, что в родительской семье были приняты роли тиран, жертва, где в роли тирана отец, который избивал мать. Это повод призадуматься, существует большая вероятность, что мужчина, выросший в такой семье, тоже будет поднимать руку, но сценарий может быть и другим. Например, мальчик принимает решение быть защитником женщин не таким, как его отец. Все индивидуально. Социальный паттерн. Что означает паттерн в социальном контексте? Этот вид паттерна относится к поведенческому и базируется на общепринятых стандартах поведения в том обществе, в котором человек проживает. Законы, правила, этикет, культурные обычаи и менталитет все вместе формируют базу для формирования социального паттерна или коммуникативного. В качестве примеров могут служить следующие вещи. Мужское рукопожатие при встрече. Соблюдение субординации в учреждениях. Проявление почтения и уважения к пожилым людям. Уступить место, пропустить вперед. Соблюдение религиозных обычаев. Женщина должна входить в храм с покрытой головой. Индивидуальные паттерны. Это устойчивая модель поведения, наделенная сразу несколькими функциями. Защитный, замещающий, коммуникационный. Индивидуальные паттерны. Это привычки, личные пристрастия, повседневные ритуальные действия. Как изменить паттерн поведения? Изменение паттернов поведения. Сложная и трудоемкая работа над собой. Для этого нужно начать отслеживать свои мысли и реакции на события, происходящие вокруг. Что вызывает страх или ступор, а что агрессию? Проанализировать. А как я могу реагировать по-другому? Все эти первичные реакции и есть паттерны, которые нуждаются в пересмотре и замене. Важно помнить следующее. Устоявшиеся реакции не есть единственно правильными. Применить другую реакцию на события лучше сесть и подробно написать, как я буду по-другому реагировать. При удобном случае повторять новый паттерн в поведении для закрепления, смотреть как он работает, менять нюансы, как правило новая привычка закрепляется в течение месяца. Однако помните, что зачастую поменять модель не так просто, ведь некоторые из подобных шаблонов буквально являются продолжением вашей личности.